Здравствуйте! В эфире телеканала ЖИЦУ. Время новостей. В студии для вас работает Айнур Мирханова. Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Вот уже полтора месяца, как казахстанские школьники обучаются в режиме онлайн, а вместе с ними и родители, которые выступают в роли домашних педагогов. В областном управлении образования говорят, это большая поддержка в их работе. В честь дня семи за хорошую успеваемость детей решили поощрить многодетных родителей. Таких было отобрано 25 семей, рассказывает Гульмира Тимиргалеева. Для большинства родителей дистанционное обучение детей – первая практика урока в формате онлайн. Примерила статус домашнего педагога и Ахмарал Донбаева. Пятеро из восьми её детей – школьники. Ахмарал хорошо владеет компьютером. Поэтому проблем с учёбой у дочек нет. Заслуги мамы не остались незамеченными. Главный педагог области Майгулиумарова вручила ей благодарственное письмо, отметив неоценимый вклад родительницы в учебный и воспитательный процесс детей. С уроками особых проблем у нас не было, потому что я умею пользоваться компьютером. В остальном нам помогали учителя. С их помощью мы научились пользоваться электронным дневником, а также подключаться к чату. Узнали, что такое Zoom. К тому же мои дети хорошо учатся в школе, принимают активное участие в различных мероприятиях. У них много дипломов и грамот. Семья Ирины Кропачёвой состоит из 12 человек. Государство всячески поддерживает многодетную мать. В этом году порядка 10 тысяч многодетных и малообеспеченных детей Алматинской области получили компьютеры. В их числе и дети Ирины, которые активно участвуют в процессе дистанционного обучения своих детей. А год назад, благодаря спонсорской поддержке, семья обрела дом. Через неделю завершается учебный год и вместе с ним и дистанционное обучение. В нашем регионе более 411 тысяч учащихся. Последний звонок и вручение аттестатов состоится в начале июня только для выпускников школ. Гульмира Тимиргалиева, Жаик Курманбаев, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Делай добро! В Алматинской области благотворительная акция «Безбергемес», инициированная первым президентом, получила большую популярность. Так, гуманитарную помощь от предпринимателей и организаций «Халых фонд» получили 72 нуждающихся семей Капшагая. Продовольственная корзина рассчитана на целый месяц. Есть всё необходимое – мука, сахар, макароны, рис, чай, сладости и так далее. Мы призываем бизнесменов и предпринимателей оказывать помощь нуждающимся на постоянной основе. К слову, это уже их пятая подобная благотворительная акция. Мы подхватили эту эстафету, организовали данный транспорт, наняли две фуры и направили в сторону востока из Алматы. Поедем мы до города Учарал. По дороге у нас 8 выгрузок по всем Сарузик, Балпыхби и другие сёла. Итого здесь у нас двух фурых продуктов на 759 семей из расчёта, что на одну семью хватит на один месяц. Вот такие вот дела. С 18 мая мечети возобновят свою деятельность, но с определенными правилами посещения. Об этом заявил верховный муфти Казахстана на Рузбайкаже Таганулы. Будут разрешены индивидуальные молитвы для чтения Курана и проведения религиозного бракосочетания. Однако в силе остаются требования карантина и временные ограничения. Посещение храмов разрешено только в медицинских масках и перчатках. Обязательно использование и антисептиков. Нужно будет строго соблюдать дистанцирование в полтора метра. В специально отведенном месте для совершения намаза должно находиться не более 10 человек. По религиозному бракосочетанию не более 4. Общее время пребывания в мечети не должно превышать 15 минут. Добавлю, в отдельных регионах мечети будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации и в соответствии с решениями региональных оперативных штабов. В целях соблюдения требований карантинного режима временно ограничено чтение ежедневных пятикратных молитв, пятничных намазов с джамагатом и таровых намазов. В последующие даты совместных молитв будут объявлены. Также в священную ночь в Хадар-Тюне мечети будут открыты с 7 утра до 8 вечера. Мечети закрыты в ночное время. Поэтому Хадар-Тюне каждый мусульманин должен встретить у себя дома в кругу родных за чтением молитв. В Казахстане упростили правила миграционного законодательства к иностранцам в переходном периоде. Он объявлен 12 мая сроком на 2 месяца. В течение этого промежутка к иностранцам, временно оказавшихся на территории Республики Казахстан на момент ЧП и которые не смогли покинуть страну в установленные сроки, не будут применяться санкции, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях. Отмечается, что иностранные граждане до 10 июля без каких-либо дополнительных документов могут покинуть нашу республику, вправе зарубежные гости и заменить просроченные документы. Без каких-либо штрафов и просроченные документы в период ЧП смогут поменять и граждане нашей страны. Трудовые мигранты могут обратиться за получением патентов без необходимости выезда за пределы Республики Казахстан и без привлечения к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений. После завершения переходного периода с 11 июля 2020 года к иностранцам, которые не успели урегулировать свой правовой статус, будут применяться меры административного воздействия согласно Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Около ста военнослужащих поощрены за службу на блокпостах в Алматинской области. Признательность военным выразили полицейские Коросайского района. Более месяца солдаты и стражи правопорядка работали бок о бок. Дежурили на блокпостах, занимались дезинфекцией и патрулированием населенных пунктов. В связи с завершением режима ЧП личный состав и военная техника вооруженных сил Республики Казахстан вернулись на базу. На своих постах остались сотрудники полиции, а также медперсонал, которые следят за карантинными мерами. Военнослужащие проделали огромную работу при выполнении общих целей и задач. В период действия режима чрезвычайного положения на территории страны на блокпостах, примыкающих к крупному мегаполюцу Алматы, были привлечены свыше 87 сотрудников военного гарнизона. И сегодня около 100 военнослужащих поощрены от имени руководства региона и Департамента полиции Алматинской области. Выражаю чрезмерную благодарность личному составу вооруженных сил от лица Департамента полиции Алматинской области. Желаем дальнейших успехов в деле обеспечения и сохранности безопасности государства, жизни и здоровья граждан страны. Дерзкое покушение на человека произошло в Алматинской области. 14 мая на трассе Алматы-Саразек неизвестный нанес многочисленные ножевые ранения водителю и скрылся с его авто. Инцидент получил широкую огласку в интернете. Видео с окровавленным мужчиной заполнили все популярные соцсети. Вчера стало известно, что преступника задержали. Рассказывает Дамир Анитов. Вооруженное нападение совершено в отношении 35-летнего жителя Жамбулского района. Подозреваемый нанес многочисленные ранения жертве и скрылся с места преступления. Около суток понадобилось сотрудникам полиции для установления и задержания скрывшегося преступника. Оперативно-розыскные мероприятия быстро вывели на след гражданина 1998 года рождения, жителя города Алматы. Сначала было найдено транспортное средство рядом с поселком Саразек в неподвижном состоянии и с деформированным передним колесом. Спустя несколько часов нами вычислен и задержан сам злоумышленник в городе Уштобе. Он признался осведеянным. Потерпевший мужчина получил множественные ножевые ранения. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое. Он находится в реанимационном отделении Керблакской районной больницы. Спасибо большое сотрудникам полиции, что нашли преступника. Вы показали свой профессионализм и оперативность. Надеюсь, в отношении нападавшего будут предприняты меры, согласно закону. Сейчас мы всей семьей молимся за здоровье моего сына. Надеюсь, с ним все будет хорошо. В настоящее время ведутся следственные мероприятия. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Задержанный во дворен в изолятор временного содержания районного отдела полиции. По факту покушения на убийство проводится досудебное расследование. Дамир Анитов, телеканал ЖТСУ. При содействии департамента полиции Алматинской области. Место встречи – интернет. Онлайн-концерт для жителей Алматинской области устроили заслуженные артисты республики Канат и Айт Кольку Дайбергеновы, которые исполнили популярные композиции собственного сочинения. Сценой для артистов стала региональная библиотека имени Сейфулина. Онлайн-выступление приурочили к Международному дню семьи. В нем приняли участие и дети музыкантов. Исполнители подарили зрителям массу положительных эмоций, свидетельствам тому множество теплых и положительных комментариев. Поделилась чета и с секретами семейного счастья. Верность, поддержка и любовь – вот главные основы семьи. В этом году исполняется 25 лет с момента образования нашей семьи. Столько же времени мы с женой находимся на сцене. Несмотря на частые гастроли, мы с супругой всегда старались уделять внимание семье. Ведь семья – это место, где формируется человек. Мы стараемся воспитывать наших детей и внуков добрыми и отзывчивыми людьми. Хотим, чтобы они стали достойными гражданами нашей страны и истинными патриотами. У нас четверо прекрасных детей и 11 замечательных внуков. С момента ЧП и по сегодняшний день в формате онлайн мы провели 78 мероприятий. Это концерты, литературные вечера и конференции. Все мероприятия мы транслируем в прямом эфире. Увидеть их можно на наших официальных страницах в социальных сетях. После страшного потопа в ночь на 14 мая населенный пункт Ельтай сейчас выглядит, словно пережил войну. Большая вода смывала практически все на своем пути. Сейчас жители надеются, что им помогут восстановить поврежденные дома и ждут технику. Как сообщили в Акимате, вода затопила 60 дворов и разрушила несколько хозяйственных построек. Сейчас в Ельтай прибыла группа, которая оценивает последствия стихийного бедствия. Теперь жителям необходимо набраться терпения и дождаться результатов оценки. Люди просят чиновников сделать все, чтобы подобное ЧП в их родном населенном пункте больше не повторялось. 185 человек остались без работы в поселке Южной Карагандинской области. Там закрываются градообразующие предприятия по производству известняка. Производственный комплекс «Карьер» и «Фабрика» были рассчитаны на производство 5 миллионов тонн известнякового флюса. Он используется в доменных печах казахстанской магнитки. Но за последние пять лет металлургический гигант почти в 10 раз снизил объемы закупа. Себестоимость за тонну стала дороже рыночной стоимости известняка. Последние три года предприятие убыточное. В поселке провели уже несколько ярмарок вакансий. Сокращенным предлагают пройти курсы переквалификации и новые рабочие места. Переговоры между поставщиком и покупателем известняка продолжаются. И если баланс цены объема производства будет найден, предприятие сможет возобновить работу в течение месяца. Судьба самого титулованного в стране футбольного клуба «Ертес» по-прежнему находится на волоске и остается в центре внимания всей спортивной общественности страны. Из-за неэффективного менеджмента и миллионных нецелевых трат команда в шаге от вылета из чемпионата. Старейший футбольный клуб страны лихорадит не первый год, а недавно он получил самый тяжелый удар. Независимый аудит выявил крупные денежные махинации. Речь идет о сокрытии налогов на сумму почти 1 миллиард тенге, а также необоснованно завышенных в должностных окладах премий, вознаграждений, зарплатах мертвым душам, списании медпрепаратов и прочих финансовых нарушений. Проверку назначил новый директор. Правда, он уже покинул расположение клуба. Также сегодня в клубе назначили нового генерального менеджера. Теперь клуб ожидают новые изменения. Австрицы снова могут выпить вино в пабе и поужинать в ресторане. В течение двух месяцев все заведения общепита были здесь закрыты. Но теперь они вновь готовы к приему посетителей. Австрия стала одной из первых стран, где открылись кафе и рестораны. При этом действует ряд строгих мер. Расстояние между столами не должно быть меньше метра. Обслуживание производится за стойкой, запрещена громкая музыка. Закрытие не позднее 11 вечера. Эти ограничения не испортили настроя первым посетителям венских кафе. Как утверждают власти, ситуация в Австрии лучше, чем в других странах, благодаря тому, что вовремя были приняты меры по сдерживанию вируса. Уже обсуждается предстоящее открытие гостиниц и границ. В Москве начинается выборочное бесплатное тестирование жителей на наличие антител коронавируса нового типа. По словам мэра Сергея Собянина, беспрецедентная по масштабам программа поможет узнать количество зараженных в столице. Люди, которым будет предложено поучаствовать в таком тестировании, будут определяться случайным методом. Сделать тест можно в одной из 30 городских поликлиник, где созданы специальные пункты забора крови. Всего с начала эпидемии в России, по официальным данным, COVID-19 заболели свыше 26 тысяч человек. 2418 скончались, выздоровели более 58 тысяч пациентов. Безопасная защита по выгодной цене. Такая реклама заполнила интернет. Письма со спамом – главный механизм жульничества. Ассоциация потребителей по всей Европе пытается вычислить мошенников. Одна из интернет-платформ в Бельгии зарегистрировала более 400 нарушений за месяц. Еврокомиссия, Интертоп и другие организации предпринимают целый ряд мер по борьбе с мошенниками. Крупнейшие ретейлинговые компании идут навстречу властям и потребителям, стараясь вычищать явно мошеннические объявления, численность которых просто огромна. Это была вся информационная картина сегодняшнего дня. Я вам желаю приятных выходных и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин